Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем передачу «Торгуем с Dragon Options», «Торгуем с бинарными опционами». И сегодня мы решили поговорить на очень важную тему, актуальную для любого трейдера – риск-менеджмент. Поскольку бинарные опционы все-таки совершенно такой особенный вид, самостоятельный вид финансового инструмента, я предполагаю, что риск-менеджмент там какой-то тоже имеет свои особенности, хотя, наверное, и общие правила применимы, но что-то, наверное, есть и свое. И вот мы попросили Максима Верещагина, главного дилера, главного трейдера компании Dragon Options, рассказать нам подробнее, исходя из теории и его собственного опыта. Максим, добрый день! Добрый день, Игорь! Мы сегодня с вами поговорим о риск-менеджменте, как правильно работать. В первую очередь, так как я знаю, что очень многие трейдеры, которые у нас сейчас присутствуют в комнате, это трейдеры, которые имеют опыт. Поэтому здесь нужно подходить напрямую от того, какую стратегию мы используем. То есть относительно моей работы я всегда работаю с одинаковой позицией на бинарных опционах. Потому что я имею свою личную статистику, которая выше 65%, приближается к 70%. Я просто знаю, что если я каждый день или каждый раз, открывая позицию, буду ее менять, то я могу быть в минусе. Поэтому я всегда держу позицию одинакового объема. То есть вы уже настроились на этот объем, и первое правило, можно сказать, в риск-менеджменте – это держать позицию одинакового объема. Да, Игорь, но это все зависит, в принципе, от типа стратегии, которую используют. Потому что очень многие трейдеры используют такую стратегию, как Мартин Гейл. Понимаете? Но по Мартин Гейлу нету такого соблюдать позицию одного размера. Там, наоборот, нужно ее постоянно повышать. Поэтому если мы говорим о классике, о том, что я советую, то я советую работать одной сделкой в день. Это мой совет. Одна дневная позиция в день по выбранной нами паре. То есть каждый день по одной позиции. Но это мой совет для новичков. Когда трейдер более профессионален, и если он у нас торгует внутри дня, то есть буду называть его скальпером, то я также советую открывать, не открывать одновременно несколько сделок, а открывать последующую позицию только после завершения предыдущей. И также при размере позиции нужно учитывать свой баланс и от него брать от 2 до 5% в одну позицию. И каждая последующая позиция не должна превышать предыдущую. Она может быть меньше, так как ты теряешь, но не может быть больше. То есть это моя стратегия. То есть для новичка. Но когда трейдер работает, допустим, по Мартин Гейлу, то это уже абсолютно не подходит. Уже другая работа. Понял. Максим, вы сами, кстати, работаете по Мартин Гейлу когда-либо? Я скажу, что первые свои шаги, которые я делал на рынке, я использовал Мартин Гейл. Но в конечном итоге я обнаружил одну огромную проблему с системой Мартин Гейл. Как я уже говорил на предыдущей встрече, то, что побеждает на рынке тот, кто умеет победить себя. Когда ты привязываешься к системе Мартин Гейл, тебе очень сложно победить себя. То есть ты настолько теряешь ощущение опасности, что ты считаешь, что, я не знаю, я могу сказать здесь титановые яйца. То есть у меня появляется просто ощущение, у трейдера появляется, что у него просто титановые яйца. И это проблема, потому что в конечном итоге случится момент, когда ты испугаешься поставить позицию. То есть, предположим, ты потерял 13 позиций подряд, и твоя позиция была не с одного доллара первая. Предположим, она была от 100 долларов. И я хочу посмотреть на того трейдера, который сможет вложить в сделку 250 тысяч долларов, не дрогнув. Понимаете? То есть это будет проблема. В начале Мартин Гейл очень успешен. То есть ты можешь работать год, два, три, получать удовольствие от этого, постоянно зарабатывать деньги. Но придет момент, когда ты потеряешь не все, что заработал, а все, что у тебя когда-либо было. Потому что ощущение безнаказанности, которое у тебя сохранялось несколько лет, оно не даст тебе шанса сделать шаг назад. То есть ты не сможешь себя победить. Поэтому я и говорю, психологически Мартин Гейл ведет к потере. В конечном счете ты потеряешь деньги. То есть в вашем понимании вы сами Мартин Гейл не используете и не советуете его применять в бинарных опционах в том числе? Я абсолютно советую применять Мартин Гейл. Абсолютно. Но нужно понимать, это только для трейдера, который пришел, захотел ухватить и уйти. Тот человек, который хочет заниматься финансовым рынком, видит свою жизнь в браке с рынком, ему не советую заниматься Мартин Гейлом. А если человек пришел и хочет увеличить свой счет, ему просто нужно начать с большей суммы, то есть предположим с 10 тысяч долларов и работать по Мартин Гейлу. Но ему просто нужно вовремя выйти. А сможет ли он это сделать, он должен решить сам. Я скажу, не сможет. Это хуже героиновой зависимости. Потому что момент, когда ты видишь, что ты зарабатываешь, у тебя есть рабочая система, ты не можешь даже поверить, что ты когда-либо сможешь потерять 15 позиций подряд. Но это случится. Рынок накажет каждого из нас, который решит, что он сильнее рынка. Это просто психология. Нужно понимать психологию рынка. Психология рынка, она такова, что у него есть на рубль больше, чем у любого из нас. Он победит любого из нас. Мы не сможем победить рынок. Понимаете, это как одному выйти с ножом против России. Просто выйти с ножом против всей русской армии и сказать, я смогу. Ну понятно, ясно. Ну вот такой вопрос у меня. То есть Мартин Гейл, я так понимаю, для вас и для меня тоже он неприемлем. Ну а вот те правила, о которых вы говорите, держать позицию одинакового объема, одну позицию в моменте, брать не более 2-5%. Вот я так понимаю, что именно эти правила позволяют вам иметь 65-70% положительных сделок. Или есть еще какие-то правила. Может быть, знаете, может быть вы обратили внимание какие-то финансовые инструменты, более удобные для торговли. Может быть, сезонность есть какая-то, допустим. Или зависимость от времени дня. Вот таких вот нет у вас закономерностей каких-то, которые вы применяете? Я считаю, что на рынке есть одна вещь. То есть даже если ты самый тухой человек на свете, ты обезьяна. Если ты ежедневно будешь делать одну и ту же вещь, ты рынку станешь абсолютно неинтересен. Так как ты закономерен. Остальные 90% на рынке людей, они не закономерны. Рынок идет вверх, они идут с ним вверх. Рынок идет вниз, они идут с ним вниз. А представьте, если вы каждый день будете нажимать, предположим, евро-рубль вверх. Ежедневно в течение 10 лет. Я вам скажу, что через 10 лет вы обнаружите, что вы заработали. Понимаете? То есть на рынке самое важное – это дисциплина. Это важнее дисциплины? Нет. Потом, конечно, накладывается знание вообще тренда, понятие счета свечей. Потому что я использую такой классический вариант, как счет свечей. В интернете я не знаю даже, мне кажется, это невозможно найти. Эта информация приходит только из рук в руки, можно сказать так. То есть я абсолютно знаю, где должен начаться тренд и где у меня идет отскок. Так я использую систему счета свечей. Для бинаров она идеальна. Потому что я знаю, сколько свечей в тренде, я знаю, где он заканчивается и как выглядит начало отскока. Поэтому я работаю всегда в тренде, никогда не работаю в отскоке. Это также одно из правил моей работы. Я никогда не войду в отскок. Я всегда буду работать в тренде. Мы не говорим с вами о отскоке месячном. Потому что на месячном отскоке, на Форексе я могу зайти и заработать 500-600 бипсов. Это не проблема. Мы с вами говорим сейчас о бинарах. На бинарах я никогда не войду в отскок. Я понял. То есть одно из правил у вас – тренд по свечному анализу, да? Да. Всегда самое главное для меня на рынке – это тренд. Нет ничего главнее. Потому что для меня тренд – это новогодняя елка. А индикаторы и, я не знаю, дополнительные материалы, паттерны – это как игрушки, понимаете, на елке. Которые вам не дают видеть елку, но дают ощущение красоты, прекрасного. То есть вам это больше нравится. Но это не говорит о том, что это все висит на железной конструкции. Это все висит на елке. Она тут самая важная. Она символ нового года. Понимаете? И также тренд – это символ рынка. На тренде нужно уметь зарабатывать не на линиях Боллинжера, а на стухастике, RCI, на МакТи и еще куче индикаторов, которые абсолютно не работают. Они добавляют красоты, добавляют шарма, но они ни хрена не дадут вам заработать деньги. Вы на продолжительном времени будете терять деньги. Поэтому мы своих трейдеров обучаем работать и зарабатывать деньги, а не сливать деньги. Сливать деньги вас учит рынок, вас учит интернет. Вот мы пытаемся выбить все говно из вашей головы. С кем это получается становится трейдером, с кем это не получается остается на том месте и говорит, что аналитики говно, компания делает все неправильно, я из-за них потерял. Нет. Трейдер теряет из-за своей дисциплины. Нет, это понятно, что если теряет трейдер, то это виновата компания, это всегда так, поэтому ничего нового. Но я вот с чем не соглашусь, Максим, смотрите, есть же трендовые индикаторы, которые помогают уловить тренд. Вы их отрицаете полностью, что они помогают? Абсолютно с вами согласен. Есть индикатор, который называется Чопинес. Вы с ним знакомы? Как называется? Чопинес. Чопинес? Нет, что-то я такого не видел. Я вам говорю, то есть то, чему мы учим наших трейдеров, об этом никто не учит. Потому что это единственное то, что работает. То, что вы слышите в интернете, скажем, на свободном рынке, это все не работает. Это просто популярно. Ну, те же самые, Боллинджер, Энвилопс и так далее. Абсолютно это не работает. Вот индикатор Чопинес может мне подсказать, есть тренд, есть начало тренда или нет. То есть я могу видеть на графике, что у меня есть тренд, а индикатор мне в этот момент говорит, что у меня Чоп. То есть пока что тренда нет. Но я не буду полагаться на индикатор. Индикатор мне может помочь только в тот момент, когда я вижу, что есть тренд, индикатор мне Чопинес говорит тренд. Вот в этот момент я буду уверен. Но если мне график скажет тренд, а индикатор скажет Чоп, то я не войду только в том случае, если я изначально сомневался. А если я не сомневался, то я не включу Чопинес для поддержки. Понимаете? Потому что если у них будет разное мнение, то я получу больше фактов не войти в сделку. А у меня должен быть голый анализ. Я должен изначально знать, что я хочу сделать. Понимаете? Индикатор может только подтвердить или переубедить. Но он не должен давать мне сомнения. То есть если я считаю, что пойдет вниз, и сейчас мне три индикатора скажут, чтобы войти вверх, я войду вниз. Я понял. Максим, как можно обучиться вот этой работе? Вы говорите, мы клиентам говорим, учим. Вы проводите семинары, обучение, курсы. Как это происходит? Абсолютно нет. Это личный контакт. Это то, что я с вами сейчас говорю. Эти крохи информации, которые я вам даю, я даю это только своим личным клиентам, своим дип-трейдерам. У нас очень часто есть разные курсы, в которых вход стоит намного дешевле. То есть там при депозите от 1000, от 2000 долларов депозите, не оплате. Это ваш депозит, который вы всегда можете забрать. Я делаю иногда курсы по счету свеч. Я делаю курс по работе на индикаторе commodity channel index. Я делаю курс по работе на linear regression. То есть я делаю такие курсы, которые вы никогда не видели. То есть ни один из ваших трейдеров не скажет, я это знаю. Я могу удивить самого охреневшего трейдера. Любой трейдер, который скажет, я классный трейдер, я его разорву. Он просто будет у меня плакать на том, какой он необычный. Поэтому я могу это уверенностью сказать. Любой трейдер, который тут считает, что он гений, пусть поговорит со мной. Я понял вас. Ясненько. Максим, у меня вопрос есть такой еще. Смотрите, есть целая система торговли контртренда. Почему вы говорите, что вы торгуете только тренд? Почему вы в принципе априори не допускаете возможности использования и применения стратегии контртренда, торговли по контртренду в бинарных опционах? Потому что я считаю, что нужно работать только на тренде. Отскок – это такая вещь, которой я никогда не знаю, когда она закончится и когда она начнется. Правильно? Вот вы можете предположить, когда начнется отскок? Я не умею это предполагать. Может быть, тут есть профессионал, который может сказать, что сейчас будет отскок. Я могу сказать, что сейчас должен начаться тренд. Должен, не начнется. Никогда нет уверенности в 100%. Понимаете? Но я не могу сказать, что сейчас начнется отскок. Я знаю правила, по которым я могу найти тренд. Я не знаю правила, по которым я могу найти отскок. Вы меня можете научить, как найти отскок? Есть трейдер, который меня научит, как искать отскок? Нет. Есть люди, которые торгуют конвертренд, в том числе и среди наших трейдеров. Я, может быть, не все секреты знаю, как они видят отскок, но они по ним как-то торгуют, как-то определяют. А, я абсолютно не против этих людей, Игорь. Смотрите, если вы в конечном счете показываете мне счет в банке, и вы мне показываете, что я зарабатываю на контртренде, блин, бог с вами, зарабатывайте деньги. У вас есть, не знаю, какая-то тема в голове, и вы научились как-то на этом работать. Но это не говорит, что я на этом научусь работать. Он научился. Он вот как-то это чувствует. А я это могу никогда не почувствовать. Из трейдера, который торгует на минутках. А меня, ну хоть убей, я не залезу туда. Но я знаю, что, ну, я могу предположить, да, моя вероятность будет выше, чем, ну, скажем, 70% трейдеров, да? Но в конечном итоге нет. Нет, я просто не готов испытывать такую гамму эмоций и на этих минутках сходить с ума. Поэтому я буду работать только на длинном таймфрейме. Поэтому я скажу, что если вы умеете зарабатывать, и ваш счет банка подтверждает это, успехов вам, удачи, я готов послушать и посмотреть, как вы это делаете. Это будет что-то новое. Я понял вас. Нет, я совершенно серьезно понимаю, что, конечно, контртренд – это опасное занятие. Просто из вашего опыта, если он, контртренд, не принес вам успеха на бинарных опционах, естественно, вы его не применяете. И, на мой взгляд, это одна из причин его не использовать, поскольку ваш опыт работы на бинарных опционах, он больше, чем у многих из нас. Тем более, многие из нас мы еще и не начинали торговать. Вот. А я со своей стороны хочу поделиться с вами нашим секретом торговли на коротких дистанциях. Как я зарабатываю на коротких дистанциях? Очень просто. Я покупаю, вхожу в позицию, потом беру волшебную птицу, это талисман Utrade TV, отправится птица Take Profit, и спрашиваю ее, птица Take Profit, будет у нас Take Profit или нет? И она отвечает, видит ли она Take Profit или нет. Когда она вот так, глаза у нее... Это значит, она видит Take Profit, значит, мы позицию держим. А если она не видит Take Profit, а мы закрываем позицию, вот таким образом мы зарабатываем деньги. Ну, отлично. У меня нет такого символа. Вы скажите, вы хотите, чтобы я ответил на вопросы, потому что задают вопрос, потом говорят, да, сейчас. То есть, как бы думаете, что я не могу ответить на вопрос, я могу ответить на этот вопрос? Да, пожалуйста, конечно. Все вопросы в чате видите, пожалуйста, отвечайте. Да, вот Forex Robert задает вопрос. Вы лучше скажите, ваша система работает хоть? А к чему я буду сейчас разголыгольствовать и говорить работает? Придите, посмотрите, а потом придите обратно и скажите, Максим, то, что говорит, работает или нет? Проверьте меня. Я могу сейчас сказать, работает. Ну и что? Какой в этом смысл? Я же могу соврать. Я считаю, что каждый трейдер, который хочет меня проверить, проверяйте. Я согласен. Я здесь для того, чтобы вы меня проверили. Я могу сказать, работает, но это не поможет. Понимаете, в конечном итоге, на личном опыте Forex Robert, убедитесь, что то, что я говорю, работает, и действительно, Макс, не пустослов. Мне будет намного приятнее, когда вы вернете в этот чат и напишите, поговорил с Верещагиным, Бог. Вот, тогда я буду очень рад. Игорь, извините, я вас не слышал, все, что вы говорили, у меня пропал. Все, все, понял вас. Я увидел, где он пропал. Спасибо вам огромное за ваш взгляд изнутри. Это очень интересно. И мне кажется, вот эти вот рекомендации по риск-менеджменту, простым и понятным правилам торговли, они наиболее полезны для тех, кто начинает, делает первые шаги. И я, кстати, хочу поблагодарить вас за вашу огромную помощь по продвижению вот этой идеи с бесплатной демо-версией на сегодняшний день. Я знаю, что вы сделали запросы и, так сказать, его продвинули. Так что, то, что в этой части Максим Верещагин свое слово сдержал, это я подтверждаю, свидетель для всех. Ну, а насчет остальных, так сказать, по рынку, по системам торговли, по риск-менеджменту, я думаю, что те, кто заинтересуется, у них есть для этого все возможности протестировать демо и затем стать клиентом. И вот я вижу, что Форекс Роберт пишет, я бы с удовольствием проверил вас, если будет такая торговля, публичные семинары, я бы с удовольствием. Или вот, кстати, пишет, если вы будете в Санкт-Петербурге, я бы посетил ваш семинар, хотя никогда не ходил, но к вам бы пришел. Огромное спасибо. Давайте я отвечу сразу Форекс Роберт. Форекс Роберт, я хочу сказать всем, когда есть трейдер. Этот трейдер прошел в жизни путь. Когда он плевался кровью, он думал попасть жить самоубийством. У него были ситуации, когда он не мог просто свести конца с концами, когда он не знал, что он будет делать завтра. И в конечном итоге я вышел из всех этих ситуаций и начал зарабатывать деньги. Вы хотите, чтобы я это сделал публично, показал всем, как зарабатывать деньги? Простите, я не филантроп, я не готов тут все всем раздавать. Да, я считаю, что за свою информацию я должен получать какое-то личное поощрение. Мое личное поощрение это когда мой отдел, моя компания достигает каких-то своих поставленных целей. Когда наши обороты миллиарды долларов, так мы зарабатываем от своих оборотов. Если вы будете полезны моей компанией, я поделюсь с вами опытом. Так как вы бесполезны для моей компании на данный момент, так как вы еще не мой трейдер, я не собираюсь с вами ничем делиться. Простите, конечно, но это так, это истина жизненная. Вот и все. А на ответ Санкт-Петербурга, если я как-то дойду до того, что я буду делать такие встречи, то с удовольствием бы вас увидел. Ясненько. Да, Максим, кстати, к слову, раз уж тема зашла, если будете проводить какое-то мероприятие в Москве, например, то мы с удовольствием и вебинары, кто-то захочет, может быть, прилететь. Сейчас в Москву часто достаточно люди прилетают, мы с удовольствием подключимся, поможем организовать, продвинуть эту всю идею, потому что, да, Dragon Option набирает обороты, и мне кажется, это такое сотрудничество и пора продвижения Dragon Option в России было бы всем интересно. Так что, спасибо огромное, Максим, было очень интересно, мы обязательно сделаем ролик и повесим его на сайте, чтобы все, кто не увидели и не услышали его сегодня, тоже могли посмотреть. Ну, а вам желаем успеха на рынке, чтобы все у вас было хорошо. Огромное спасибо вам, было очень приятно, отличные встречи. Спасибо. Всем успехов, до свидания. Спасибо, взаимно, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok